Сегодня 30 апреля. Ярославут занимается нашей террасой, окантовочкой террасы. Ну а я занимаюсь новой грядкой. Еще распускаются новые тюльпаны. Продолжение следует... 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 Красота. Они одновременно зацвели с тюльпанами. Это очень интересные тюльпанчики. Они сразу поднялись на ножки. И вчера все бутончики стояли розовенькими. Потому что были закрыты. Вот снаружи они розовые. А изнутри полностью белые, белоснежные. Так интересно. И внутри фиолетовая серединка. Такие звездочки. К вечеру, когда прикроются, будут снова розовыми. И еще одни тюльпанчики наконец-то распускаются. Такие яркие, нежно-розовые. И тоже у них, видите, несколько бутончиков сразу. Они небольшие, маленькие такие. Такие веселенькие. Раскрываются прям как чашечка. Как тарелочка, даже полностью. Вишенка цветет вовсю. Наша живая изгородь. Немножечко побросалась листьями. Сильные ветра были. Но везде у нее приростики. Вот молодые, видно их. Я здесь между голубикой клубничку посадила. А вот клубника. Ой. Вот это вот положила веточки пихты с новогодних елок. Они пахнут до сих пор. Мало того, что они у нас всю зиму и всю весну лежали в гараже, в мешке и пахли на весь гараж. Так они сейчас вот лежат. Уже месяц, наверное. И такой аромат стоит на получастка. Еловый, пихтовый. Вот она не колючая. У меня нет пока садового измельчителя, чтобы измельчить вот это вот веточки и накидать их так. Поэтому положила. Уже вредители пошли всякие разные. В общем, клубничка поднялась. Клубничка цветет. Здесь разные сорта. Вот это прям вообще такие кусты нарастила. Классные. Это моя первая клубника. Я никогда раньше ее не выращивала. Хотя пыталась. Но надеюсь, что что-то получится. Огородик мой маленький. Редисочка. Уже видна. О, уже можно собирать. Ого. Ого. Несколько дней дождей. И ее уже можно собирать. Ее уже даже кто-то подъедает. Ого. Ее действительно тут кто-то понадкусывал уже. Надо же. Вот это да. Вот это да. Погрызли, погрызли редиску. Ладно. Пора собирать. Спаржа. Торчит. Здесь у меня два сорта. Одна спаржа. Вот такая бордовая. Зеленую уже можно собирать. Потому что уже, в принципе, хороший размер. Так. Ну. Опа. Уже даже немножечко перезрела. Она еще тоненькая. Потому что, мне кажется, кустики там молоденькие. И вот в эту новую грядку я уже посадила и картофель, и свеклу, и горошек. Пока что новых грядок у меня нет. Нужно делать дальше. И сажать все остальное. А Ярослав зато доделал террасу. Ну, как террасу, окантовку террасы. И на этот год, скорее всего, все. Будем переходить на внутренние работы. Вот с этой стороны сделал. Подсеял здесь газончик уже. И с этой стороны осталось засыпать только. Камнем. Базальтом. А дальше будет вот по уровню с камнями деревянный настил. Когда-нибудь. И навес. Перголу, наверное, будем ставить тоже когда-нибудь. Работ еще очень много, конечно. Но все потихоньку преображается. Все цветет, растет. И это радует. Пятое мая. Быстренько покажу вам новые тюльпаны. Пока еще нарциссы держатся. Они вроде бы как должны сочетаться друг с другом. И должны были более-менее одновременно расцветать. Вот такие тюльпанчики. Интересные. Листочки маленькие-маленькие. Я думаю, что тюльпаны еще поднимутся на ножки. Такие абрикосового цвета. Растут у меня под абрикосом. Интересные фиолетовые у них тычинки. Листочки такие вообще. Оказывается, столько интересных тюльпанов. Не из крупных есть. О, а здесь желтенькая серединка. Классная. Классная. Сегодня 6 мая. Вокруг уже цветут рапсовые поля. У нас вот здесь было пятно. Выгорел газон от соли зимой. Получается, машина стояла багажником сюда. И стекала больше всего соли. Мы подсеяли. Дождями промылась эта соль. Вот вроде бы всходит новая травка. Но тут уже пора косить. И хотела вам показать наши маленькие елочки. Но еще и лаванда, кстати, тронулась в рост. Вся зеленая стоит. И елочки зелененькие. С новым приростом. Это пихточка. У сосны еще нет прироста. А вот у эхинеформиса вообще-то шикарный. Она такая крошечная. Вот это такое мягенькое все. Такой шарик классный. А это соседи вот там вот в том доме косят свой газон. Выставляют, а мы мимо проезжаем, забираем. Договорились с ними. Так что у нас мульчи, хоть отбавляй. У нас симбиоз. Им вывозить на мусор не надо, а нам мульчи. Да. Все счастливы. Они покосили, поставили. Я мимо проехал, добрал. Никто ни с кем, ни о чем дополнительно не договаривается. Раз договорились, и хорошо. А там еще одна сирень скоро зацветет. Как зацветет, я вам покажу. А здесь мы тоже доделываем всякие мелочи. Вот засыпали здесь отмостку. Рассыпали остатки того, что оставалось в мешке, который стоял на улице, на дороге. И теперь там он не стоит больше. И вот здесь Ярослав тоже доделывает. Здесь землей чуть-чуть припало, еще не доделал. Вот так у нас пойдет один ряд просто. По над стенкой. Потом эта пупырка обрежется. Чтобы тоже стена не сильно пачкалась, когда дожди идут. И в шпалере нашей сделали такие заглушечки. Обрезали болты. Вот теперь тут можно спокойно ходить. И вот здесь уже. Вот здесь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok